This conference will now be recorded. 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 And if you will know, откуда, какая круизная линия отправляется, то вы можете здесь увидеть ее вот так на карте. Причем здесь вот North America, да, вот вверху вы можете изменения сделать. Северная Европа или Южной Европы, там, Медитариан, да, или Азия или Австралия. То есть по континентам как бы пройтись. То есть если вы открываете вот эту штучку, то здесь сейчас меняется карта, вы видите порты отправления в Австралии какие есть. Если вы хотите европейские посмотреть, то вы опять же здесь меняете, меняется карта, вы видите европейские, ну там, в северной Европе, да. Понятно. И вы видите, вот они, точки, это круизные порты. Если вы какую-то точку нажимаете, то внизу вы видите, открывается табличка, какие корабли уходят именно с этого порта. Вот они. Название компании, сколько у них есть, так сказать, количество отправлений отсюда. Вот они даты и примерная среднестатистическая цена здесь стоит. Или минимальная, наверное, цена, которая здесь есть, да, на инсайт каюты какие-то. Вот отсюда вы уже сходите. То есть, например, если вы хотите вот этот маршрут посмотреть, вы нажимаете сюда на саму цифру и видите все варианты, которые есть по данному направлению из этого порта. Это понятно, да? Да. Да. Это тоже очень удобная карта и по ней можно работать. Вот. Еще хочу показать вам такую фишку интересную. Сейчас вернемся немножко назад. вот смотрите, вот здесь вот в advance опять же. Advance. Здесь можно вот такие вот моменты увидеть. То есть, вы выбираете, например, период. Вот здесь, да, как мы говорили уже. И выбираете не просто направление, там, например, Балтика-Россия, да? То есть, по Балтийскому морю, там, круизы. Но вы можете вот выбрать круизы, на которых вечеринки проходят. То есть, они специализированы тематически. Вот party cruises, видите? Да, кстати. Вот как бывает. Например, корабль, вот тот же Norwegian, он плывет, например, из Австралии в Сингапур, а потом просто его на сайте нет. Он пропатает с Сингапура до Гонконга, его нету две недели. Угу. И, то есть, найти как-то нереально. Я не могла понять, где их найти. И когда я спрашивала уже непосредственно на корабле, например, у работников, они говорят, у нас тематическая вечеринка только для геев. Угу. То есть, он работает, то есть, эти две недели будут только геи. Ну, например, я хочу попасть, как мне это сделать? То есть, его нигде нет? Да. Ну, во-первых, это, когда это такие приватные вечеринки, то есть, весь корабль бронирует там какая-то организация, да, вот те же геи, например, да, это действительно часто бывает так, вот, то только через их организацию можно, как правило, забронировать, потому что они весь корабль выкупают, и они продают уже своей аудитории. Такое бывает. Но, если это паблик открыто, то вы вот сюда заходите, вот, пати, видите, крузится, и потом нажимаете поиск, только нужно даты знать, там, примерно, какие даты. Но, если мы возьмем сейчас просто для примера, например, возьмем мы сейчас вот холмакс, весь период, и посмотрим, что есть, какие вот такие круизные направления есть с какими-то тематиками вечеринками, вот они сразу же открываются, видите, и тут можно почитать, что подробно на них происходит, то есть, почему они считаются партией. партией. Так, в данном случае это какие-то обычные, дискаунтные. Секунду, дайте проверю, может быть там что-то еще было нажато. Значит, куда я нажал? Ага. Это я беру all, нужно выбрать сразу all destination, all port, any, all cruises, all ships. Здесь я выбираю party cruises. И... Может быть не только апреля расширить, у вас sailing date с апреля по апрель? Нет, я сейчас вот, я сейчас возьму здесь все, вот all months. All months. Да, минимум тоже никакого. Значит, мы берем все destination, нет, мы не будем destination, мы возьмем все месяцы, мы поставим вот здесь, что все party cruises с любых вот этих направлений. Давайте попробуем так. Search. Так. Это не то. Нет, хотя вот он проставился, да, party cruises, все порты, все круизные. Minial ships. Значит, вот на этих кораблях какие-то, какие-то мероприятия, это какие-то party cruises. Они, видите, немного дней, как правило... Ну, может быть, это просто как food-фестиваль. Ну да, ну да, ну что-то... Здесь наверняка, если мы зайдем, там дальше будем читать, что это за... Вот он, видите, one day party cruises, вот он прямо написан. Три дня такой. Сейчас вот я, например, выберу какой-то, посмотрим, что там на нем есть. Так, никакой здесь информации нет. Вот entertainment. Сейчас мы посмотрим. Здесь просто рассказано, что на корабле есть. Кстати, да, это тоже вот все инструменты, да? Это все инструменты для работы. Вот о каждом корабле можно прочитать, какие рестораны, какой категории, какие театры, какие-то мини-фотографии, вот увидеть, что там происходит, как это все выглядит и так далее. Но я не вижу здесь подробного описания, но частенько бывает, если это какой-то там диджей серьезный там или еще что-то, то обычно с описанием здесь стоит. Вот, то есть все это можно вот так же здесь в поиске находить. И еще вот есть, видите, всякие экспедиционные, например, голопогостские круизы. Ну, голопогостские не обязательно экспедиции, а вот эти вот порты экзотики, да, то есть они могут быть там, кругосветки. Вот есть всякие скубодавинг-крузы, то есть они часто там к экспедиционным относятся тоже. В общем, вот здесь полазите, посмотрите, здесь позволяет более детально делать поиск и находить то, что вам сложно найти в общей массе. Понятно это, да? Да. Все, тогда мы отсюда возвращаемся назад. Еще вопрос. Мне Маша говорила, что каждая круизная компания, например, проводит еще как бы онлайн не обучение, тесты можно сдавать и получать их сертификат. Да. Для того, чтобы получить этот сертификат, нужно зарегистрироваться и иметь какой-то номер от компании или что-то еще, потому что я не думаю, что они каждому встречному дают возможность получить этот сертификат и пройти тест. Нужно, то есть, принадлежать, вот, например, к вашему агентству иметь какой-то номер, ну, как ID или что-то такое. Да, конечно. Смотрите, это как раз то, что я хочу вам сегодня показать. Значит, у вас у всех есть свои входные данные, логин, так называемый. Я сейчас зайду просто, у нас есть такой экзамен. Давайте запишу. Сейчас зайдем. Вот смотрите, когда мы заходим на свою страничку, вы можете зайти сейчас на свою страничку, да? Угу. Если есть у вас возможность. Ну, или здесь просто наблюдайте и где-то в тетрадке пометки делайте, записывайте. То у нас открывается рабочая вот эта панель вот в такой черной ленточке, да? Где есть инструменты для работы, где есть всякие новости, обучение. Вот, кстати, почитывайте, очень рекомендую. Мы здесь ставим какие-то видео, которые желательно посмотреть. Мы здесь ставим какие-то материалы новые, мы здесь ставим какие-то тексты, которые применять можно в работе, уже готовые скрипты текстов, да? Вот, примеры там, как планировать и так далее. Но здесь также есть вот такие инструменты для работы. Значит, первый такой важный инструмент для работы – это поставщики туристических услуг для членов АЯТА, АЯТА. Вот видите раздел? Да. Да. Мы заходим сюда, и вот здесь мы видим некоторые, это не все, их можно неограниченное количество проходить и делать, но здесь есть некоторые поставщики, с которыми вы можете работать через нашу компанию напрямую. То есть здесь есть ссылки на регистрацию, где можно, ну вот, например, смотрите, Atlantic Resort Casino на Баганах, да? Вот видите, написано Travel Agent Registration. Да. Вы заходите сюда, там какая-то открывается форма, и вы регистрируетесь вот здесь, указываете название нашего агентства Elite Travel Group, и вот тут вот номер, который нужно проставить, вот видите, АЯТА написано. Вот этот номер вы берете на страничке нашего сайта. Вот внизу он стоит, АЯТА, видите, вот сейчас я выделяю. 10 60 90 23. Это общий номер компании для всех агентов, пока у вас нет своего. Вот, он так у вас и останется общий, но еще есть Team Number. Team Number, он выдается уже нашей компании каждому туристическому агенту, который заработал, ну, хотя бы минимум 5 тысяч долларов. То есть за любой период, как только 5 тысяч долларов вы заработали, вот продавая любые туристические услуги, то мы имеем право вам сделать эту аккредитацию на основании вот этого минимального инкома. Минимальный инком показывает, что вы действующий агент, что у вас есть продажа, что у вас есть клиенты, что вы продаете. Соответственно, мы можем сделать вот эту аккредитацию, как бы вписать сюда в эту аккредитацию нашу, и вам выдается уже ваш персональный Team Number, ну, и карточка, да, специальная такая лицензия. Турагента профессионального называется Аятака, вот, и, но даже ее не имея, вы уже можете регистрироваться с любыми нашими партнерами, поставщиками, и напрямую уже клиентов букировать туда. Вот, так вот, после вот этой регистрации вот отправить, нам приходит сообщение, что наш агент зарегистрировался в системе Atlantis, да, часто они вас не опробуют, пока мы не поставим activation, то есть нам вот приходит сообщение, мы должны проверить, что наш это агент, что он зарегистрировался, да, и тогда мы активируем. Некоторые активируют сразу, но нам все равно извещение присылают, чтобы мы, если что, могли остановить деятельность этого агента, вот, ну, если это случайный человек, который воспользовался моментом. И таким образом у вас появляется вот аккаунт непосредственно в профессиональной системе самого вот этого поставщика, например, на примере вот этого Atlantis, да, и вы теперь, как только клиент говорит, я хочу на Багаму, можете мне там какой-то номер подобрать, или порекомендуете мне какой-то хороший там резорт, вы сразу вспоминаете, что есть там Atlantis, шикарный резорт на острове Paradise Island на Багаму, и что у вас есть система букирования, вы заходите, поэтому сохраняете все свои пароли, все свои логины для любого поставщика, и вы заходите, и здесь уже букируете вашего клиента, то есть подбираете ему, отсюда же можно отправить ему там материалы, ссылку, например, ну, разные поставщики разные инструменты делают, у кого-то очень удобно, у кого-то неудобно, нужно в обычный email переписки переписываться и переслать, а некоторые делают, что прямо отсюда можно с их платформы выслать, да, но следующее, как только клиент сказал, да, меня интересует, хочу, готов бронировать, вы прямо здесь его бронируете, и через свой аккаунт, вводя его карточки, он напрямую получает уже от этого поставщика confirmation. Это очень важно и понятно. Теперь, как только вы забронировали этого клиента, он поехал туда, вы, кстати, будете видеть, у вас будет в вашем аккаунте, вы сразу будете видеть, какую оплату выплатит нашей компании за этого клиента вот этот Resort Atlantis, то есть вы увидите общий комиссионный на компании, в которых ваши, соответственно, там 25 или 80 процентов, в зависимости от того, на какой вы маркетинговой ступени находитесь по огнему продажу. Это я понятно объяснил? Да, да. Возвращаемся, значит, выходим из Atlantis, и так вот по каким-то популярным, скажем, консолидаторам, или по популярным каким-то сетям, и мы постоянно сейчас расширяем здесь все, и будем расширять, то есть вы можете регистрироваться вот в этом разделе и получать профессиональные системы блокирования непосредственно со своим аккаунтом в их, вот, не на нашей платформе уже, а отдельно у поставщиков. Вот, сейчас я покажу еще, здесь вот это все вы почитаете, посмотрите, где можно зарегистрироваться, и рекомендую обязательно Expedia сделать, вот Expedia, да, известная всем компания Expedia, консолидатор такой онлайн, у нас с ними тоже бизнес-аккаунт есть, вы можете зарегистрироваться здесь. И когда, если что-то нужно на Expedia найти, бывает так, что на Expedia лучше цена, где-то хуже, а бывает так, что на Expedia хуже цена, где-то лучше, то вы идете в другое место, естественно. Но всегда вы можете найти. Вот они платят от 3 до 11% нам от сделок. Единственное, что Expedia не платит, они с авиабилетов не платят вообще. Если отдельно авиабилет заказывают на Expedia, то они не оплачивают комиссию. Потому что с авиабилетами вообще везде, так сказать, проблемы там везде комиссионные маленькие. Но вот если вы берете пакет какой-то там, например, перелет плюс резорт, плюс там какие-то страховки, плюс еще какие-то там услуги на месте, например, машина в аренду, то тогда они с этого пакета платят эти проценты Expedia. То же самое Hotels.com, то же самое Booking.com, вот видите, да, то есть те, которые люди привыкли пользоваться, вот мы их в первую очередь поставили, чтобы вы понимали, что если клиент нашел на Booking, и ему нравится на Booking, и он хочет на Booking заказать, ну, пожалуйста, вы скажите, я могу вам сделать на том же Booking, у нас там бизнес-аккаунт. Это не будет никак выше, это может быть либо лучше, либо такая же цена, и я за вас всю работу проделал. А каяк? Каяк надо посмотреть, работают ли они с турагентами. Если работают, то надо там зарегистрироваться просто. Нужно вам прислать нам, ну, такой как бы просьбу или в обычной густной форме, либо, ну, вернее, в обычной письменной форме на e-mail, что просьба, хотите работать с каяком, значит, просьба зарегистрируется на каяк. И мы зайдем и зарегистрируемся, там откроем аккаунт на компанию, и все агенты смогут там регистрироваться тоже. И так с любым поставщиком, с которым вы хотите работать, вы можете прислать нам предложение с ним начать работать, мы заключим контракты, сделаем регистрацию, откроем у них аккаунт, бизнес-аккаунт, и у вас появятся прямые инструменты. Это очень важно понимать, и как это работает, и вот таким образом у нас нет ограничений работать с внешними поставщиками, сколько угодно, где угодно, где бы они не находились. Как только у вас будет своя карточка, это вам еще раскрывает границы, тогда вы можете уже самостоятельно напрямую регистрироваться с этими поставщиками, где бы они находились, тогда вам не нужно будет просить нас, регистрацию ждет, вы уже как бы вписаны в эту аккредитацию, можете регистрировать компанию с разными поставщиками. Ну, естественно, грамотно, аккуратно, чтобы предоставить все верные данные. Так, значит, теперь еще у нас есть здесь, вот эти инструменты вы все посмотрите, почитаете, где нужно, зарегистрируйтесь. И еще раз подчеркиваю, не забывайте сохранять все свои пароли, и все свои логины, чтобы все понятно было, что вот это от резорта Атлантис, вот этот пароль и логин у меня там от круизной компании, вот этот от отеля, там, сети Хаят, например, и так далее, да? Вот, это очень важно сделать. Теперь, в этих же инструментах для работы у нас, вот смотрите, есть отдельная система бронирования круизов для агентов. Вот видите раздел? Система бронирования круизов для агентов. Успели увидеть? Угу. Да. Значит, мы можем сюда перейти. Я сейчас объясню, что это такое. И вот здесь вы делаете регистрацию для бронирования клиентов своим агентом. Нажимаете вот эту кнопочку. Нажимаем. Значит, выбираете язык, английский, и начинаете регистрацию. Значит, сначала нужно найти наше агентство, да? Вот здесь нужно вписать номер телефона. Записывайте. 305. Иногда они просят Аята, иногда они просят номер телефона. 974-01-36. Писали. Нажали вот сюда кнопку. Видите, появилось наше агентство. Элит Травл Групп. Да? Юр, можете еще раз номер продиктовать, пожалуйста. Вот он написан. 305-974-01-36. Нашли? Да. Все, как только вы нашли, появилась, что Элит Травл Групп компания, то вы нажимаете вот эту кнопку внизу, Next. Create your agent profile. Заходите сюда. Значит, красным здесь написано, что вы должны будете отметить вот эту галочку внизу. Вот сразу и поставьте, чтобы не забыть, что вы соглашаетесь с их палосой, да? И опять же здесь язык выбираете. Вернее, он уже выбран. А, это вот я нажал следующую кнопку, не нажал вот эту галочку. Поэтому она меня вернула назад и красным прописала. Чтобы двигаться дальше, я должен согласиться с правилами. Опять нажимаю кнопку, и здесь уже я ввожу свои данные. То есть вы вводите там Татьяну Седлащик или Полина Траст. Вот. И, соответственно, придумываете опять же свой логин, свой юзернейм, пароль дважды прописываете, и таким образом вы проходите регистрацию. Значит, что такое, что это за регистрация? Есть система, которая называется вот Cruising Power. Это отдельная букинг-система профессиональная для травел-агентов от компании Royal Caribbean, которая представляет вот эти четыре направления. Компания Royal Caribbean. Азамара Клаб, Celebrity Cruise, Pullman Tour и сам Royal Caribbean. То есть как только вы пройдете регистрацию, вы сможете уже иметь свой аккаунт напрямую вот с этими компаниями. Да, у нас есть на сайте вот эта система круизов, где все это и так есть. И если вы пока не заморачиваетесь, как бы, делать свою какую-то историю, вот, то можно все это обходиться вот здесь. И потом просто сообщать там имя клиента, которого вы забронировали, вводить это в сделки, я сейчас покажу тоже, как это делается все. И здесь, кстати, комиссия выше, вот здесь, в этой консолидированной системе. Но... Выше, чем в предыдущей, которую для построения своей истории Cruising Power. Да, потому что здесь выстраивается, как бы, история личная уже с этой компанией, и комиссионной здесь меньше. Если тут у нас консолидированная система, там больше всего мы продаем, да, непосредственно вот здесь, где круизная система, что здесь все, клиенты сами заказывают, агенты, то у нас здесь комиссия выше. Вот. То вот здесь комиссия меньше, ну, незначительно меньше, но чуть-чуть меньше. Если там, грубо говоря, где-то 15% до текстов мы получаем от продажи, да, на компанию общая комиссионная, то здесь комиссия где-то будет 10% для начала. Постепенно она будет вырастать, там, по мере количества продаж, но изначально здесь 10% комиссионная. Вот. И вы смотрите, что вам удобнее просто. Если в данном случае там нет задачи больше комиссии получить, а просто обслужить клиента, сделать все хорошо и себе историю создать, некие поинты такие, да, то лучше, конечно, бронировать отсюда. Вот эти четыре направления, да. Но если какой-то дел, где лучших денег заработать, то лучше бронировать вот отсюда. Круиз. Понятно, да? Да. И постепенно вы все равно, конечно, уйдете сюда, постепенно, но это будет тогда, когда вы уже почувствуете, что у вас большое количество заказов, и вам нужно выстраивать эту историю, и нужно, как бы, в такой, не в общей, в индивидуальной профессиональной системе здесь работать, и это тоже хорошо. Значит, что здесь? Здесь точно так же, вы видите все, что есть available на сегодняшний, на данный момент, на тот тур, на тот круиз, который вы хотите найти. Это отдельно, потом мы сделаем, если хотите, вот вы сделаете регистрацию, я отдельно вам могу сделать занятие. Не я буду проводить, а Лену, потому что Лена в основном занимается у нас круизами, и она разбирается во всех этих букинг-системах. Я туда особо стараюсь не лезть, потому что занимаюсь больше людьми, маркетингом, другим немножко обучением. Она вам приведет специальное занятие, как работать вот с этой системой. Там будете видеть все комиссионные сразу, там будете видеть, как на холд поставить, как задержать каюту, как можно продлевать ее. Там есть система, возможность клиенту прямую ссылку отправить, чтобы он посмотрел то, что вы забронировали ему, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все вот в этой круизинг-пауэр-инструменте. То есть вы сначала сюда еще раз, говорю, регистрируетесь, а потом вы просто заходите, вот он так и называется, круизинг-пауэр-дот-кам. Вот эту строку вы будете набирать. Посмотрите, сейчас я ее отдельно введу. Вот так, круизинг-пауэр-дот-кам, видно, да? И вы будете уже... Нет, что-то я не так сделал. Сейчас, одну секунду. Неверно. Сейчас мы вернемся на инструменты системы бронирования круизов. Так, вот, зайти на сайт, чтобы сделать логин. Вот сюда просто по этой ссылке вы идете, а вот я неправильно сделал, тут секьюр еще стоит спереди, видите? То есть вот эту ссылку нужно будет по ней переходить, и здесь вы уже делаете, вот вводите свой юзернейм, свой пароль, сай-нин делаете и попадаете на эту систему бронирования. Это специально только для турагентов. Разработанный букинг от компании Royal Caribbean. Понятно, да? Да. Royal Caribbean, Celebrity, Zomara. Да, все четыре направления – это подразделения компании Royal Caribbean, ну а Zomara, Celebrity и Pullman Tour – это все подразделения Royal Caribbean. Поэтому вот все четыре, они здесь будут представлены. И вот здесь же, Полина, на ваш вопрос, как бы мы пришли теперь, вы проходите курсы, здесь можно пройти курсы, вы их найдете вот тут в разделе, там есть специально обучение бесплатное, и после курса вот этого обучающего онлайн, там есть разные направления по каждому, по Азамару, по Celebrity, по Pullman Tour, по Royal Caribbean, вы можете получить сертификат специалиста, то есть у вас будет персональный личный сертификат специалиста Азамара, Клаппин Крузес, Celebrity Крузес, Pullman Tour и Royal Caribbean, потому что вы все будете уже знать о кораблях, о системе букирования, ну и какие-то важные нюансы, которые здесь есть, и они все это вам предоставят. То есть здесь есть онлайн-курс, и после прохождения курса такой тест вы проходите, его можно неоднократно повторить, если у вас не получилось там с первого раза, но вы этот тест проходите и получаете официальный сертификат вот этих четырех компаний специалиста, ну как бы такой сертифицированный специалист по круизным направлениям, Азамара, Celebrity, Pullman Tour и Royal Caribbean. Для меня вообще уже достаточно много информации, чтобы переработать и все с этим. Давайте на этом тогда пока остановимся, это хорошо. У меня была каша в голове. Вот step by step. Значит, я остановлюсь пока на Cruising Power, чтобы изучить это все. Да, давайте на этом остановимся. Еще последний вопрос. Я сейчас нахожусь на пробном курсе, который месяц. То есть я как бы неполноценный сотрудник, я ничего не могу, только наблюдать со стороны. Нет, почему? Вы все абсолютно можете уже, вы официально зарегистрированы, у вас просто пока нет ставки, то есть вам нужно, чтобы, если у вас какая-то сделка сейчас будет в течение этих 30 дней, то вы, естественно, все равно за нее 25% получите, а можете получить не 25, а допустим там 50, 60, 70 или 80. То есть давайте пример приведу. Например, вы сейчас в течение вот этих 30 пробных дней бесплатной регистрации, у вас появился клиент, и вы ему предоставили там сервис, и он забронировал, даже не через вас лично, например, вы его дали просто компанию, и мы ему помогли подобрать круиз, и забронировали ему какой-то круиз. Ну, например, это там какой-то дорогой сьют, или наоборот недорогой какой-то обычный там с окнами на океан, какая-то каюта по карибскому бассейну. Вот он заказал этот круиз. Круизная компания, я сейчас опять условно беру, прислала нам комиссию, пускай это, например, там условные 100 долларов будет, или наоборот там 1000 долларов за какой-то сьют, да. Вот вы можете с этих, со 100 или с этой 1000 получить всего 25% или получить 80%, или 50, или 60. Это вы выбираете в течение вот этих 30 дней, на какой ступень вы хотите, с какой ступени ставки начать работать. То есть она платная, там, мембершип вы видите, да. На 100 долларов вы начинаете работать на 25%, и ваша карьера будет уже двигаться по мере количества продаж, потому что каждый доллар прибыли – это один поинт. Там обусловлено, что за, допустим, если человек набрал 1000 личных поинтов, то он переходит на ступень 50%, потом, ну, это в календарный месяц, потом на 60% и так далее. То есть только на продажах можно двигаться вот так по карьерной лестнице. Или сразу выбрать и работать на ставке, которую вы хотите. И это вот в течение 30 дней вы можете сделать. Если вы не сделаете этого, то просто получится следующее, что вот эта сделка, которую вы совершите, да, в течение 30 дней, она у вас будет висеть до того момента, пока вы не выберете вот эту ставку. Это первое. Но вы числиться будете, вы будете активны на сайте, вы можете заниматься деятельностью, но выплатить нечего. Мы не знаем, 25 вам выплачивают, 50, потому что вы заработали, или 80, потому что вы не выбрали ни один мембершип. И поэтому человек, он как бы зависает, он висит, то есть у него деятельность есть, есть продажи, но так он не выбрал ни одного мембершипа, то фактически у него нет активности. Я имею в виду, активность есть, а нет возможности ему выплачивать просто. То есть я могу с сегодняшнего момента уже официально объявить по всему миру, ну как всему миру, относительно всему миру, что я представитель компании, и могу вот эти эльфа... Что вы в туризме, что вы занимаетесь турами, круизами, абсолютно, да. Вот эта бесплатная регистрация на 30 дней, она действительно бесплатная регистрация. Вы уже имеете право вести с нами деятельность абсолютно любую. Единственное, что до момента, пока вы не выберете мембершип, мы не можем вам выплатить то, что вы заработаете. Да, тем не менее. Вам нужно выбрать это. И ссылки, которые, например, вы даете обзорной экскурсии. Здесь очень важный момент. Что-что? Ссылки, которые вы даете, например, обзорной экскурсии, еще что-то, я также могу их у себя на странице размещать. Как реферальные ссылки, да, или как-то... Да, да, да. Реферальные ссылки, вы уже знаете, да, как реферальные ссылки делать? Я немножко читала, что там просто номер дается. Вы дополняете, да, в конце строки адресной, дополняете ваш непосредственно реферальный номер. Это все, в принципе, можно почитать, да. Юра, спасибо огромное. Я, наверное... Сейчас быстро, вот важный момент хочу сказать. Если человек в течение 30 дней ничего не выбрал, мембершип, он остается быть активным, но у него нету ставки. И, соответственно, если после 30 дней какая-то сделка у вас произошла, и вы после начинаете выбирать ставку уже, да, то эта сделка уже пройдет как под 25% всего. Окей, хорошо. Хорошо, я поняла. Это важный момент, да. А в течение 30 дней вы можете любую выбрать ставку даже после сделки. Хорошо, спасибо, Юра. Огромное вам спасибо за время, за полезную информацию. Пошла все изучать. Хорошо, договорились, да. Да, и нет, у меня больше времени пока онлайн. Спасибо большое. Постараюсь почаще к вам заходить на веб-семинары, может быть, и в офис. Каждую субботу в 10 утра и каждую среду в 10 утра индивидуально какие-то отдельно мы будем объявлять, когда что-то важное, там интересное нужно сообщить всем. А вечером мы можем встречаться непосредственно в офисе. У нас в 7 часов вечера, в среду и в 2 часа дня, в субботу тоже мы готовы в офисе ТТТ встречаться, да. Ну и какие-то дополнительные мероприятия будут объявлены. Хорошо, спасибо. Спасибо вам за время, да, за хорошие вопросы, так что мы сегодня какие-то важные моменты тоже пробежались. Я вижу, у нас там Маргарита еще присоединилась. Маргарита, здравствуйте, если вы нас слышите и видите. Здравствуйте. Я немножко время перепутала. Получается, все пропустила. Запись будет, Юра? Да, я записал кое-что, вот сейчас даже мы в запись еще находимся, но тоже не с самого начала, потому что мы ждали, когда там кто-то еще присоединится. и запись я поставлю, скорее всего, что-то таки важное. Я все время путаю московское время и наше. Все, я запись тогда отключаю, да, мы можем там какие-то ваши вопросы обсудить, если нужно. Давайте, задайте еще раз вопрос, я на него буду отвечать. Смотрите, вот турист зашел на сайт просто как визитер и выбрал экскурсию, допустим, там рыбалка или что-то. Он должен зарегистрироваться и через сайт приобрести эту экскурсию, правильно? Потому что он вышел со мной на связь по телефону. И как мне теперь вот поступать с ним? Смотрите, например, клиент как-то с вами разговаривался там вживую, то есть он пришел извне и вы ему порекомендовали там отправиться на экскурсию, например, да? Естественно. Но он сам выбрал, он сам связался. Да, ну вот когда он выбирал эту экскурсию, то он как ее нашел, каким образом, как вы предполагаете? Почему он вам позвонил? Ну, я не знаю. Ну, потому что там указан мой номер телефона, я же выставила ее как агент. Вот вы когда экскурсию выставляли, вы выставили ее просто так или вы ее поставили с вашим реферальным кодом? А я не помню уже. Вы не знаете. Да, дело в том, что у меня, смотрите, еще такой нюанс, Юра, я вот еще в прошлом году просила, у меня сайт открывается, когда добавляешь это, у меня не открываются экскурсии. Я не могу понять, почему. У меня начинается сразу... Я, получается, свои экскурсии, то, что мы предлагаем, я занесла на сайт уже как другое. Не именно как, а не экскурсию. Нет раздела у меня такого, когда заносишь свои листинги. Давайте пройдемся сейчас, значит, посмотрим. Первонаперво, смотрите, давайте объясню, как работают на платформе вот эти реферальные ссылки. Значит, у вас, у вас есть ваш регистрационный номер, вы его знаете? Да. Какой, скажите мне? Ага. Я знаю, но не помню. На 1 из 115, он что-то такое, не помню, честно. Ну, давайте я быстро найду. Святая Маргарита Жданова, правильно? Да, да. Давайте, сейчас мы его найдем. Так, у вас номер 1154, запомните. Ваш номер. Вот теперь смотрите. Например, вы хотите человеку отправить какую-то экскурсию, которую он хочет заказать, чтобы заказать ее непосредственно. Сейчас мы все варианты пройдем, как можно это сделать. Например, это Майами, да? И возьмем там какую-то нашу стандартную регулярную там экскурсию с прогулкой на катере. Вот смотрите, вот описание экскурсии по Майами, да, с прогулкой на катере. Значит, чтобы отправить вот эту экскурсию, вот эта ссылка, называется адресная строка. В конце ее нужно прописать ваш реферальный код. Он пишется следующим образом. Вопросительный знак, три буквы, AFF, на английском, AFF, потом знак равно, и цифра, какой у вас, 1154, да? 1154, да, да. Вот. Вот видите, пропечаталось. Вы теперь ее сохраняете вот таким вот образом, то есть селектаете, и копируете, делаете копию. Скопируем. Вот эту ссылку вы теперь отправляете вашему клиенту на вот эту страницу, где описание экскурсии. Потому что, если он перейдет по этой ссылке, и потом пойдет вот сюда заказывать непосредственно, или даже просто отправлять вопрос, вот будет вопрос, отправлять, вот здесь вот пропишет имя своей электронной, электронную почту, телефон, и напишет, хочу заказать вот эту экскурсию, нажмет, отправит, то он автоматически уже зарегистрируется под вами. Если вот здесь есть кнопка, я сейчас не пойму, почему у нас кнопка здесь пропала, здесь должна быть кнопка заказать, сейчас я проверю, в чем дело. Кнопочка, если он нажимает заказать, открывается календарик на какую дату, он вводит сколько человек, нажимает заказать, и потом, естественно, идет ее оплачивать, там тоже есть мини-регистрация, он должен указать имя, электронную почту свою, там телефон, потом уже вводит он там номер кредитной карточки своей для того, чтобы заказать эту экскурсию. Вот когда он делает оплату, делает заказ, или еще раз говорю, просто хочет вот сюда вот куда-то или туда отправить предварительно вопрос свой, то уже происходит регистрация под вашим аккаунтом за счет того, что вы сделали вот это. Он мне прислал через сайт вот сообщение. Это другое, это другое, это совсем другое, это когда вы свою экскурсию поставили, правильно? Да, я же говорю, за свою экскурсию. Мы сейчас, я сейчас вот говорю, поэтому, что мы все вопросы сейчас, все варианты пробежим. Первый вариант, это вы ему отправили чужую экскурсию, он ее заказал, все, сделка пройдет по 2. Второй, давайте сейчас рассмотрим опять не ваш вариант сначала, а потом ваш. Когда клиент, например, по телефону хочет заказать у вас эту экскурсию, но вам нужно сделать так, чтобы эта экскурсия была заказана по дни, да? В любом случае, ему, ну, по телефону, что я имею в виду по телефону, то есть, если пожилой человек, который не умеет сам регистрироваться, там, не знает, как это все сделать, но он готов эту экскурсию оплачивать, то вы, его сначала нужно зарегистрировать, тогда вы идете вот сюда, войти, нажимаете кнопку регистрация, нажали регистрация, опять, вот здесь, в конце, вот здесь, в конце, вот этой адресной строки вы прописываете, вот видите, сейчас стоит ваш агент-наставник, мое имя, да? потому что я на компьютере показывал, как сделать так, чтобы здесь ваше имя появилось, ну, на себя, вот, то вот здесь, в адресной строке, нужно прописать опять тот же самый код реферальный, вопросительный знак, AFF равняется 1154, потом нажать Enter, чтобы открылась заново эта страница, и здесь появится уже ваше имя, фамилия, сейчас оно не появится, потому что здесь уже стоит мое, на моем компьютере, но на вашем, если вы это сделаете, появится именно ваше имя, фамилия, это первый вариант, и вы регистрируете этого клиента, создаете ему пароль, все, потом, чтобы он мог заходить, пользоваться сайтом, и после этого вы можете ему уже отправить ссылку на, опять же, оплату, или есть вариант выставить ему invoice, вот на этот аккаунт выставляется invoice, он по почте тогда получает invoice, заходит на этот invoice, чтобы оплатить, и, соответственно, под вами произошла сделка, по invoice мы отдельно будем занятия делать, сегодня уже нет, я позже расскажу, но его нужно зарегистрировать обязательно, вот здесь, и вот сделать это таким образом, если вот это не вводить, вот это в адресной строке ваш реферальный код, и здесь при выборе, вот, например, что вы его регистрируете как покупатель-турист, да, то здесь ничего не будет появляться, соответственно, вы его зарегистрируете просто на сайте, не под собой, поэтому обязательно нужно вот сделать вот эту штучку, или отправить им регистрацию с вашим реферальным кодом, или сделать со мной, вот здесь вот, вписать, а потом нажать Enter, чтобы зашло по ссылке, как бы, ясно, да, вот потренируйтесь, попробуйте, зайдите на регистрацию, введите вот так вот ваш номер непосредственно, и нажмите Enter, и вы увидите, что здесь появится ваше имя и фамилия, это очень важно, при этом вам заходить на страни, на логиниться не нужно, просто вот на открытом сайте. А теперь вот рассматриваем третий вариант, значит, третий, вернее, не третий, а отдельный вариант, непосредственно, что ваша экскурсия где-то стоит, где она, в каком разделе стоит? Она стоит. Дело в том, что вот я о чем говорю, что я когда открываю, что разместить свои экскурсии, вот раздел, у меня одна графа пропадает, она не высвечивает, вот открой ее, пожалуйста, как нести свои экскурсии? Давайте сделаем так, я сейчас вам включу демонстрацию экрана, а вы можете зайти на свой сайт и показать, что вы делаете? Я медонослала. Юр, не могу, потому что я с телефона. А, вы сейчас вообще с телефона. Да, я в мобильном режиме сейчас. Понятно. Так, смотрите, давайте я покажу, что у вас должно быть. Вот у нас есть экзампл, опять же, сейчас мы зайдем. Вот смотрите, я просто зашел на какой-то тестовый аккаунт от Ивана Иванова, да, и иду в раздел услуги, вот ставлю добавить туристическую услугу. Это то, где вы добавляете свои экскурсии, правильно? Ага. Да. Вот, значит, у вас... Что? А вот у тебя тоже открываются другие услуги, все, а графа должна быть, а где экскурсии именно, вот? Нет, здесь дело в том, что тут, смотрите, если регистрация произошла от туроператора или турагентства, который нам предоставил документы, то у них есть строка экскурсии, туры, отелей еще дополнительные. Потому что это официальные экскурсии. Когда выставляют экскурсии частные гиды, то это как бы частного образца экскурсии, правильно? Частного образа. Соответственно... Юра, ну я-то зарегистрирована как агентство? Вот я пойду, если как агентство у вас есть тогда строка турэкскурсии, потому что турагенты могут только в эти разделы ставить свои услуги. А если мы идем, давайте тогда отсюда выйду, вот смотрите, я сейчас зайду как турагентство, иду сюда же услуги, добавить туристические услуги. Посмотрите, вот туры, экскурсии, видите, сколько появилось дополнительных? Вот, а у меня нет, у меня не появляется. Значит, у вас статус другой регистрационный? Давайте я проверю тогда. Секундочку. Вы стоите партнером, все правильно. Нет, у вас все должно... Нет, вот самое дело, что у меня не открывается, я сразу же как зарегистрировалась, начала вносить, вот я уже каждый раз звоню и говорю, ребята, почему у меня не появляются вот экскурсии? Я думала, может быть, здесь какая-то проблема, что я в Египте, но я была на Украине то же самое. И получается, я свои, допустим, услуги, экскурсии я вводила, не знаю, куда. Вы изначально регистрировались как агентство или вас переводили? Нет, я изначально как турагент регистрировалась агентство. Сейчас я... У вас вот, видите, у вас просто стоит немножко не совсем так. Вот у вас должно стоить тип аккаунта, туроператор, турагентство. Вот сейчас я сохраню. Все, теперь у вас будет все эти разделы, я поменял вам статус, вы поставили как партнер по карьерной лестнице, но не с момента регистрации. Все, теперь у вас стоит турагентство, туроператор. Ага. Хорошо. Попробуйте это сделать сейчас, ну, сейчас или когда у вас будет время со своего компьютера. Ну да, я попробую, приеду домой. У вас будут все вот эти разделы, и вы тогда вот в раздел экскурсии выбираете, например, обзорное, например, на автотранспорте, да, идете в раздел следующий, выбираете, у вас здесь будет для партнеров вот этот вот бесплатный, неограниченный пакет, следующий шаг, и дальше вы вот начинаете создавать листьям описания, проставлять все, которые необходимы. Помните, да, вот если наводите на знак вопроса, открывается объяснение, что это за поле, для чего его прописывать и как, и обязательные поля, только помеченные вот такой красной звездочкой. Все остальные, если они к вам не относятся, их заполнять не нужно, они нигде не появятся тогда. Заполняйте только обязательные, вот, или те, которые вам подходят, которые вам необходимы. Хорошо. Ну, смотрите, у меня уже есть сейчас экскурсии, некоторые я разместила там в разных разделах, которые были мне доступны, и вот мне турист написал сообщение на сайте. Как мне теперь с ним поступать? Вы ему можете отвечать, отвечать вы можете в чате, вот у вас есть, смотрите, где вы можете увидеть, вот, во-первых, чтобы видеть, пришли ли вам какие-то сообщения, вот здесь моргает красненьким обычно, вот этот вот значок, где я сейчас показываю, вот, чтобы увидеть, кто вам что написал, какие сообщения, вы заходите, вот, сообщение персональной данной, мои сообщения, и вот здесь в сообщениях вы видите всю переписку, кто вам написал, на какую тему, и потом вы можете зайти непосредственно и ответить, то есть вот таким вот образом, в чате вот здесь вот, вы прописываете, отвечаете, параллельно можете продублировать непосредственно на имейл этого человека. Если он запас... Общайте, ведите, чтобы у вас архив был виден, что вы с человеком общались, на какую тему, потому что сейчас у вас там один или два запроса, вы их помните, а завтра их будет там сотни или тысячи, да, и вы не будете помнить, с кем вы полчаса назад уже общались, вот чтобы это все архивировалось, вы ведете вот здесь, потому что оно в архиве вы видите, отвечено на вопрос, а не отвечено, и так далее. И мы это тоже под контролем делали, чтобы вам все это легко было. Да. Если я правильно ваш вопрос понял, я ответил или нет, потому что я понял, где переписку вести. Нет, переписку я нашла, мне девочки подсказали, просто мне теперь вот турист этот бронирует у меня экскурсию. Так. Но он получается мне чтобы делать, вот тоже регистрацию сделать ему потом, чтобы он приобрел через сайт экскурсию, правильно? Да, можно так, можно по-другому. Смотрите, как вам лучше сделать. Вот у вас на экскурсии стоит ваша цена и стоит как бы та комиссия, которую вы в проект отдаете, правильно? Да. Ну, например, я сейчас просто опять цифру возьму, условно, какая-то там пятичасовая или четырехчасовая экскурсия у вас стоит, например, 250 долларов. Вот вы поставили 250 долларов цена для клиента и в этой цене 50 долларов вы отдаете комиссии нашим агентам, ну, вот вообще в систему, да? То есть 200 вам на руку, 50 сюда. Чтобы, если клиент не может сам заказать это все прямо на платформе по какой-то причине, там, да, то есть у него были вопросы, начал переписку вести, не пошел сразу бронировать, или он вообще, так сказать, ну, бывает так, что у нас некоторые экскурсии сложные, там, например, туры, экскурсии, у них много сложностей, там, деталей, нельзя ее заказать нажатием кнопки, то есть нужно переписываться непосредственно с поставщиком, чтобы деталей много обсудить. Так вот, как выставить ему оплату непосредственно? То вы идете вот сюда, смотрите, отчет инвойс архив, вот видите, отчет инвойс архив. После того, как вы зарегистрировали клиента, клиента нужно зарегистрировать обязательно у себя. И вот, когда вы его зарегистрировали, вы идете, вот мои инвойсы, видите, да? Ставите сюда добавить, добавить инвойс. Открывается инвойс, ну, система. Вы здесь находите вашего клиента, вот, непосредственно Кому вы выставляете? Вот имя пользователя клиента, то есть имеется в виду, например, если это какой-нибудь вот, его можно в списке найти, а можно просто вот сюда ввести, например, Иван, да, Иван, и вы смотрите, вот, Иван Сергеенко, Иван Егоров, вы знаете, что это Иван Егоров, вы, например, раз его, то есть его, когда вы его зарегистрируете, вы его здесь в своих клиентах будете видеть. Ясно. И вот когда вы его видите здесь, вы ему выставляете вот этот инвойс. Здесь есть два варианта. Если вы выставляете свою экскурсию, которая в системе, то вы ее здесь находите, она в системе, ваша экскурсия, по названию сюда введете, ну, опять пример, например, вы продаете вот это, Дикий-Дикий Запад, да, то вы вот так ее ввели, нажали кнопку «Добавить», нажали кнопку «Добавить», здесь какие-то пометки сделали, там, например, дополнительно что-то, там, три человека написали, там, в четыре часа экскурсия, там, по городу, да, вот тут прописали. То есть это как бы заголовок экскурсии, а здесь вы какие-то детали прописали. Здесь вы указали количество, сколько человек, например, там, три человека. Если она у вас стоит, там, ну, условно, 75 долларов на человека, вернее, неправильно, так, 75 долларов на человека вот сюда ставите, и в этой цене у вас 15 долларов наценка, то есть вы на руку получите 60, а 15 уйдет в виде комиссионных, опять же, вам, если это ваш клиент, это же ваш клиент, значит, оно к вам и уйдет сюда, ваш процент от этого, да? Вот, а если этого клиента кто-то дал, то тогда это ему уйдет. Но в данном случае ваш клиент прямой, да, который к вам и пришел на вашу экскурсию, соответственно, здесь вы зарабатываете отсюда по максимуму. Вот, и видите, внизу уже отобразилось, что вот три человека по 75 долларов – это 225 долларов, и вот 45 долларов – это та комиссия, которая была бы выплачена нам, компанию, если бы это был клиент от какого-то агента компании, и мы бы клиент этому агенту платили бы с этих 45 долларов. В данном случае, так как это ваш прямой клиент, то отсюда уйдет только с этих 45 долларов, уйдет только разница, ну, как бы прибыль компании, да, все остальное ваше, потому что вы комиссию свою полностью здесь получаете. Вот, и, соответственно, добавить. И вот этот клиент, как только вы нажали кнопку «Добавить», образовался invoice, я сейчас не буду этого делать, потому что это сразу у клиента придет сообщение. Вот, нажали «Добавить», образовался invoice, вы его еще раз проверили, допустим, и теперь у вас здесь появился раздел, вот тут вот увидите, invoice созданные и invoice отправленные. Вот это будет созданные, но не отправленные. И будет кнопочка напротив стоять «Отправить». Как только вы нажали «Отправить», то ваш клиент получает письмо, что ему пришел invoice, который нужно оплатить, он заходит туда по invoice, вот вводит свои логин и пароль на сайте и проплачивает прямо отсюда этот invoice. И мы получили оплату за эту экскурсию, то есть вы теперь получите полностью вот эти 225 долларов, которых 45 идет комиссия, значит, вы получите от 45 долларов свои там 50 процентов и эти 225 минус 45 получается 180 долларов. То есть у вас получится 200, где-то 10 долларов, вы получите оплату за этого клиента. Но вы уже знаете, вы уже получите сообщение, что клиент оплатил, что вы можете уже эту экскурсию ему выполнять. Все. Это первый способ, вот здесь с invoice. Второй способ, если он заказывает у вас услугу, которая, например, не размещена, вы с ним о чем-то договорились по стоимости, что у вас не отображено в вашей экскурсии. Например, он попросил у вас еще детское сиденье добавить, сказал, что у него дети поедут и попросил пересчитать с учетом детей. Это не отобразить в букинге, да? Соответственно, вы ему уже дали какую-то договорную стоимость. Вот эта договорная стоимость, всегда учитывайте тоже комиссию компании, вот эту на цену. Тогда вы не так делаете. Вы вот эту строку не берете тогда, не добавляете ничего здесь. Вот оставляете ее пустой. То есть вот этот не нужно делать, да? То есть если вы не добавите, то здесь будет пусто. Соответственно, вы тогда идете сюда, в дополнительный заголовок, и просто пишете, например, там, про туристические услуги. Сейчас я на русском пишу. Туристические услуги. Опять, здесь вы можете уже не количество ставить, чтобы не заморачиваться, а уже конечную сумму. Тут ставить просто один. Здесь конечную сумму, например, вы договорились на 375 долларов с ним, что он оплатит вот эту сумму полностью. В ней вы уже заложили комиссию 75 долларов, да? Потому что это обязательно нужно делать, иначе агенты вам не поведут клиентов в будущем. То есть нужно всегда заложить. Если к вам клиент пришел от какого-то агента, и вы с ним напрямую уже договорились о цене, заложите обязательно комиссию, чтобы этот агент заработал. Вот, все. Заложили сюда, и здесь уже расписали, что включено. Первое, например, там, услуги, ну, сама экскурсия написали, там, экскурсия такая-то, да, там, ра-та-та. Второе, там, детское сиденье, включено. Детское сиденье. Ну, это я как пример просто беру. И везде сразу ставите, то есть вот эта сумма 375, из чего она состоит? Детское сиденье, например, там, 10 долларов вы добавили, да? Да, да. Сейчас. Вот. Экскурсия сама, например, там, 4 часа, тире. Опять же, поставили там 280 долларов, например, она у вас стоит, да? Сама экскурсия. После. Вот, не туда проставил. Сейчас я как образец просто сделаю, чтобы было понятно, как это делать. Третье, например, вы поставили... Что у нас получилось? 280 плюс 10 – это 290, а сумма 375. Значит, ну, как пример еще получается у нас 80 на 85 долларов что-то там. Дополнительное время, например, дополнительное время. Они попросили вас в ресторан ввести. Дополнительное время. Ставим сюда и ставим опять стоимость там 85, да, получается. Вот у нас сколько получилось? 290 плюс 85 – 375 долларов. Правильно? Ну, да. Расписали. Все, вот они, 375 долларов, общая наценка 75, общая сумма к оплате. Он вот это вот видеть не будет, вот это вот. Он видит только, конечно, сумму, о которой вы договорились, и все, что вы расписали, что в эту сумму включено. Добавить, потом идете отправить точно так же, и ваш клиент, условно Иван Егоров, получает инвойс, в котором расписано заголовок туристической услуги, общая сумма 375 долларов к оплате, что включено там, то-то, то-то, то. Вы можете даже здесь дополнительно ему что-то прописать от себя там, то есть ниже, то есть это в произвольной форме делается там, спасибо там за сотрудничество, ну, о чем вы договаривались, да, какой-то месседж свой. То есть это все в произвольной форме. Это все в инвойсе он увидит. И все, он идет теперь на свой аккаунт, у него вот здесь, как только он на аккаунт зайдет, вот здесь появится у него такая маленькая надпись, у вас неоплаченный инвойс, или он заходит в инвойсе, или он по ссылке с имейла переходит по этой ссылке и видит этот инвойс. Он его может распечатать в PDF формате, он будет оформлен, я сейчас покажу примерно как, сейчас я отсюда уже выхожу, возвращаюсь, у меня здесь есть пример, вот он, видите, PDF формат. Можно нажать, и клиент вот так вот может распечатать этот инвойс, на основании которого он делает оплату. Вот он, таким образом ему откроется, сейчас я пример покажу, вот видите, да, PDF формат, где написано, что от компании Lead Travel Group ему выставлен инвойс, имя клиента, здесь будет агент, кто агент, вот вы здесь будете прописаны, или вы, или тот агент, который ему это все продает. Соответственно, здесь наименование услуг, все будет расписано, потому что это я просто образец сейчас открыл. Вот все, что вы там написали, здесь будет прописано. Теперь где он это оплачивает? Это я просто сам инвойс показал. И вот тут вот будет стоять кнопочка, это уже оплаченный, а у него будет стоять оплатить. И он заходит, нажимает оплатить, и открывается уже система, где он вводит номер, имя, свою фамилию, номер кредитной карточки. Все там секьюр будет прописано, что это все данные защищены специальной компанией секьюрити, и никуда не распространяется. Он заходит, ну, как обычно, через мерчант аккаунт банковский оплачивает своей картой, любой дебетной, кредитной картой, которая у него есть. Как только он оплатил, он получает confirmation, что он invoice оплатил, вам приходит confirmation, что ваш клиент оплатил такие-то услуги, нам тоже приходит сообщение, что услуги оплачены, и мы теперь стараемся проконтролировать, чтобы вы эти услуги выполнили. А вам, соответственно, делаем оплату уже за эти услуги, тех денег, которые он проплатил. Теперь, и вот тут вот есть важный момент. Например, если вы хотите от клиента получить деньги наличными там, на экскурсии непосредственно, слышите меня, Маргарита? Да-да-да. То в этом случае, но хотите гарантию получить, что он точно придет, да, он не пообещал, чтобы он внес какой-то депозит, то тогда вот этот invoice нужно сделать не на всю сумму, а только на сумму вот этой наценки, чтобы наш агент и мы получили ту прибыль за этого клиента, а вы получили свою оплату уже на месте наличными. То есть вы вот здесь пишете уже, например, депозит, ставите цифру там 1, проплачиваете, указываете только 75 долларов, и полностью, что наценка 75 долларов и есть, вот она, да, и у него к оплате будет сумма 75, а остальные деньги он оплатит уже на месте. То есть мы свое как бы получили, клиент прогарантировал, что он придет, потому что он сделал депозит, а вы на месте получили уже оставшуюся сумму за свою работу. Я понятно рассказал? Ага. Да, да, спасибо, Юн. Вот. И вы потом видите все это в системе. А вот с этой суммы, опять же, если это ваш прямой клиент, то вам начислено будет, вы потом зайдете себе в отчеты, вот тут подвести итоги деньги к оплате, и видите все ваши клиенты, которые у вас напрямую заказывали в системе что-то, или по инвойсу оплачивали, и еще есть понятие внешней сделки, то вносятся еще сделки. Вот так вот есть мои сделки, и вы туда вносите, вот добавят сделку. Например, вы продали ему что-то на сайте нашего партнера в другой системе, и чтобы это отобразить у вас в структуре, и чтобы получить с этого оплату, потому что чек нам придет от подставщика на этого клиента, и чтобы найти чей это клиент, вы должны этого клиента ввести вот здесь, что вы ему продали на внешнем сайте. Например, вы продали ему на букинге отель. Отель прислал нам чек там 50 долларов. Чтобы вам получить с этих 50 долларов свою оплату, 50 процентов, вам нужно этого клиента ввести и указать, когда что он купил. Вот тут все есть. Имя клиента, вы его находите в системе, да? Он же был пассажиром, или он там дочери свои билет купил. Имя пассажира обязательно. Поставщик, кто, например, это был booking.com, вот здесь написали booking.com. Тип услуги, какой тип услуги, тур, экскурсии, что это было, да? Или авиабилеты. Опять же, вот тут внизу услуга сайта или услуга со стороннего сайта. Значит, указали со стороннего сайта. Вот название сторонней услуги. Например, это был отель. Там отель, название отеля. Какой отель? Инвойс выставлялся? Нет, не выставлялся, потому что напрямую ему там заказали. Значит, дата оплаты. Когда это было? Такого-то числа, там, 12 февраля. Заезжает он, например, там, только в марте, там, 6-го. Выезд у него в марте, например, там, 14-го. Вот, все указали. То есть, когда придет нам оплата с booking, мы видим, вот это за этого клиента. Чей это клиент? Маргарита Жданова. Маргарита Жданова получает, то есть, вам будет начислено автоматически с этих 50 долларов ваша оплата, 50%. Я понятно это объясню? Да. Все, отлично. Еще какие-то вопросы есть? Нет, спасибо большое, Юра. Все, тогда до следующей встречи, самосвязи до среды в 10 часов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...